Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди. Хочу для начала сообщить вам, что мы с нашей командой наконец внедрили двухуровневый кэшбэк у себя на мониторинге exchangesumo.com. Теперь выбирая обменник, на котором вы хотите обменять валюту или криптовалюту, вы можете увидеть обменники с обычным или повышенным кэшбэком. Согласитесь, получать повышенный кэшбэк все-таки приятнее. В общем, заходите на exchangesumo.com, меняйте крипту или традиционную валюту и радуйтесь жизни. Ссылка будет в описании. Ну а теперь видос, поехали. Binance заявляет, что запускает биржу в США в партнерстве с компанией BAM Trading Service. Binance это крупнейшая в мире по объему криптовалютная биржа, и она открывает отделение в США. Компания, которая находится на Мальте, заявила в четверг о создании Binance US, новой торговой платформы, специально предназначенной для клиентов из Соединенных Штатов. Платформа будет работать под управлением BAM с использованием кошелька Binance и соответствующих технологий. Еще в прошлом году Соединенные Штаты действительно довольно жестко расправлялись со всеми нерегулируемыми аспектами рынка криптовалют. Но биржа Binance сможет стать ключом к сохранению рынка США. К сожалению, биржа не предоставила точные сроки запуска Binance US, но этот шаг станет первым официальным выходом на рынок США со стороны Binance. Хотя резиденты Штатов уже и так могут получить доступ к их торговой платформе. В своем заявлении генеральный директор Binance сказал, «Мы рады, что наконец запускаем Binance US и обеспечиваем безопасность, скорость и ликвидность Binance.com в Северной Америке». Вторая новость довольно бычья и пришла она из Южной Кореи. Google Trends показывает, что биткоин собирается взорваться в Южной Корее. Южная Корея долгое время была ключевым регионом для развития и принятия биткоина. Теперь же Google Trends показывает интересную картину. Похоже, что в течение последней недели жители Южной Кореи каждый день просыпались с мыслями о биткоине. Посмотрите на глобальный график по поиску биткоина в Гугле за последнюю неделю. Хочу уточнить, что это именно мировой график, а не только график Южной Кореи. Если вы наведете курсор мыши на верхние точки, вы можете заметить, что биткоин ищут практически в одно и то же время каждый день. Это даже жутковато, да? Теперь взгляните на график Google Trends для Южной Кореи. В 7 часов утра плюс-минус почти каждый день на прошлой неделе поиски по ключевому слову биткоин достигали своего пика. Но что это значит? Получается, жители Южной Кореи буквально просыпаются с мыслью о биткоине. Они ищут информацию о нем в метро и читают ее по дороге на работу. И позвольте мне еще раз подчеркнуть то, что это происходит по всему миру каждый день. Кажется, биткоином снова интересуются. И если немного углубиться в вопрос, а кто же так поднял статистику поиска биткоина в Гугле, то очевидно, что это Южная Корея. Эта страна с населением 50 миллионов человек является высокотехнологичным центром, который специализируется на бытовой электронике, киберспорте и глобальных инновациях. Так что неудивительно, что криптовалюта вот-вот взорвется в этом регионе. По крайней мере, так говорит нам Google Trends. В любом случае, это позитивная новость для биткоина. Далее, главный директор платежной системы Square, а также основатель Твиттера Джек Дорси создает свой биткоин-проект Square Crypto. Правда, с сотрудниками этого проекта творится какая-то странная ерунда. 13 июня появилась информация, что в этом проекте появился первый сотрудник, Гарри Фьючерс. Менеджмент проекта обратился с просьбой «тепло» и по-криптовалютному поприветствовать Гарри. Спустя 7 минут в эфир Твиттера пробился и сам Гарри, который представился и сказал следующее. «Я очень люблю блокчейн». К сожалению, Гарри был уволен спустя 12 минут. По-моему, это самое быстрое увольнение в истории человечества. А вместо него представили некого Стива Ли, который, между прочим, был топ-менеджером Google. Кстати, Стив Ли ответил Гарри Фьючерсу, что нужно не блокчейн любить, а биткоин. Помните, как в 2017 году Дорси предоставил возможность пользователям покупать и продавать биткоин прямо в приложении Square Cash? Это привело к тому, что приложение Square Cash стало самым популярным финансовым приложением в Apple App Store на сегодня. Очевидно, причиной такого успеха приложения стал именно биткоин. И Джек Дорси заработал неплохие такие бабки. Ну а теперь уже в 2019 году Дорси ищет крипторазработчиков для своего проекта. Эта инициатива выходит за пределы деловых целей платежной системы Square и описывается как акт возвращения долгов в сообщество. Короче, Дорси показывает себя каким-то благородным Робином Гудом. И вот тот самый твит, который смог всё прояснить. Привет, ребята! Мы думаем, что нашли кого-то, кто может выполнить свою приверженность децентрализации. Добро пожаловать, Стив Ли, в команду Square Crypto. Но кто же такой Стив Ли? Стив — это бывший менеджер Google, инвестор, волонтёр-менеджер проектов, которые помогали внедрять биткоин посредством разработки с открытым исходным кодом. Собственно, как это всё вообще может помочь росту биткоина? Но поверьте мне, это может помочь. Особенно, если этими проектами занимается кто-то вроде Джека Дорси. Далее, Фанстренд говорит своим клиентам бесконечным просадкам биткоина пришёл конец. Забавно, что Фанстренд на данный момент фактически поощряет своих клиентов покупать биткоин. Технический аналитик Фанстренд Global Advises говорит, что сейчас самое время купить биткоин. В новой заметке для своих клиентов стратег Роб Слюмер говорит, что индикатор RSI для биткоина начинает демонстрировать восходящее движение. Он говорит, что этот ранний индикатор указывает на будущий рост такой криптовалюты, как биткоин. И опять же, нужно заметить, что это не было пресс-релизом для широкой публики, а всего лишь записка для его клиентов. Слюмер также подчеркивает впечатляющие показатели лайткоина, советуя клиентам продолжать использовать краткосрочные откаты для накопления. Так что Фанстренд также говорит своим клиентам, что когда лайткоин падает, в него стоит инвестировать. И это очень важно, поскольку вам это советует не обычный биткоин-энтузиаст, хотя, наверное, правильнее уже сказать биткоин-максималист со своим ютуб-каналом, как я, например, а профессиональный финансовый сервис. И эти профессионалы говорят своим клиентам накапливать лайткоин, и что падение биткоина, наконец, закончено. Следующий заголовок гласит, «Бакт называет дату запуска тестирования фьючерсов на биткоин». Институциональная криптовалютная платформа Бакт начинает тестирование своего первого продукта, то есть первых фьючерсов с физической поставкой биткоина в 22 июля этого года. Компания объявила об этом в своем блоге 13 июня. И да, это тот самый Бакт, который постоянно откладывали, задерживали еще с августа 2018 года. И вот, наконец, 22 июля 2019 года Бакт начнет тестирование своих биткоин-фьючерсов. И, как утверждает их главный операционный директор Адам Уайт в своем сообщении в блоге, это не маленький шаг. Этот запуск откроет новый стандарт для доступа к криптовалютам. Как вы знаете, Бакт, так же, как и мы, хочет, чтобы биткоин рос. Но они вынуждены покупать биткоин, потому что им придется рассчитываться со своими клиентами в конце каждого дня. Поэтому кому-то в этой организации приходится покупать биткоин. И им придется покупать целую кучу биткоинов, прежде чем они начнут предлагать эти фьючерсы. Вот, видимо, еще одна причина, почему биткоин демонстрирует такой рост. И последняя новость на сегодня. Рютерс, Блумберг и Трейдинг Вью добавят новый индекс для криптовалют. Финансовые терминалы Томсон, Рютерс и Блумберг скоро предоставят индекс, который учитывает сообщения в социальных сетях, а также новости о криптовалютах. Пользователи терминалов смогут просматривать 100 самых лучших криптовалют согласно их рейтингу. Генеральный директор криптоиндекс сказал, «Этот индекс является кульминацией 30-летнего опыта построения индекса в индустрии финансовых услуг». Эти ребята имеют опыт, поэтому именно они делают эту работу и принимают во внимание столько информации, сколько смогут, чтобы сделать криптовалюту немного более понятной для финансовых гигантов. Скорее всего, только для таких гигантов, которые используют Рютерс, Блумберг и Трейдинг Вью. Вот такие пироги, ребята. Надеюсь, вам было интересно, как и мне. Если это так, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, а также оставьте свой комментарий внизу, если вам есть что сказать. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, пользоваться ресурсами к счетчему.ком, все ссылки будут в описании под видео, как обычно. Ну а я могу посоветовать вам только зарабатывать и богатеть. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok